добрый день кто вы такой украины я видел что с украины то какой-то вопрос у вас или что да хотим узнать ваше отношение к ситуации в украине по церкви у нас киевский патриархат московский патриархат капитальная редко то ли тут беда то разделились горит а соединиться сил не хватает вот долго в россии учат там против униатом то другое я если молчу это не означает что у меня не сказать вот воспитали за 20 лет новое поколение украинцев которые там на нацисты фашисты они там бандеровцы то другое у меня другой взгляд я ничего не опровергая только говорю они другими не мы не должны быть даже если по мирскому рассуждать а что с ними делали эти голодоморы а вот теперь униаты выбрасывают православных ну выбрасывают но вы-то залезли в их храмы сорок пятом году когда сталин затолкал православных а униата выбросил то почему это счет то не берутся я не опровергаю только надо посмотреть на чем это все основано дайте а бандера сколько страдал за народ свой страдал то почему его клеймят то я его не защищаю знаю что не такой там убивал ну по мирским меркам рассудить прежде чем злиться маленько надо посмотреть я все говорю как а музычка убили меня спрашивали горит а вот вы могли бы с ним общий язык найти вы все время как-то со всеми находите я вам не искать не надо то я его я это он я таким был бы если бы не уверовал во христа у него три дяди в гулаге погибли ну маленько то надо посмотреть каким путем они подошли к этому эти люди то кто там впереди то стоял поэтому на эту обстановку смотреть то вас однобокая и у нас такая информация мне это не нужно даже совсем я знаю что моя задача молиться я каждый день поминаю вашего президента петра в своих молитвах вот и все мне не судить надо не рассуждать а молиться как людей направить ко христу вот там давали деньги по 100 долларов давали и отрицать никто и не будет до звали там да там выжигать атомным огнем надо как это юлия тимошенко говорила но вы сами то посмотрите не мы ли дали этот повод нам говорят от отошла прибалтика я в ответ говорю а что с прибалтика сделали то раздолбили и ульманец президент любимый был забрали его на дальний восток но но маленько то посмотреть на себя и говорю нам надо прежде чем кого-то судить то да поступили плохо и сегодня сегодня на колени просить у всех прощения перед украиной перед всеми выход то есть на этим путем не пойдут кровь порождает кровь волка рождает волка я говорю о том что если бы православные нам не надо это у не а ты очень уни а то не православная нам не надо их клюция молиться над они они поминают папу я упоминает каждый день я не у нет я его молюсь это мне от бога да но чтобы молиться я обязан это моя обязанность За чего меня Бог еще держит? Я должен давным-давно из жизни уйти, а меня Бог держит. Я спрашиваю, для чего? Господь говорит, чтобы ты своими глазами увидел и молился. И нам рот-то, говорит, заклеить надо, чтобы ни татар мы не судили, ни мусульман, ни евреев. А смотрели на себя и хорошие ото всех брали. Вот мое положение о Украине. У нас там много друзей. В прошлом году я проехал вдоль и поперек. Мои книги и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, и в Николаеве. Я свои книги, у меня 38 книг вышло, я дарил. И в парламентской библиотеке у вас в Киеве. Нас принимали там, как будто бы мы тамошние люди. Я никогда украинцев не разделял с русскими. Это один народ. Один народ, но разная обстановка, там от поляков, слова другие. Мы все перед Богом предстанем. И на Украину попали, которые у нас есть, которые в Донецке. Вот только что сейчас ролик выставили наш YouTube. Знаете его? Наш канал. Только что в воскресенье было собрание. Мой брат, он портаерей. С гуманитарным грузом ездили там. Такой антрацит город. Перед Луган. Ну, не доезжая до Луганска. И они там грамоту получили. Я все выставил в интернет. Ну, просто посмотрите. И он там рассказывал, какие там танки сожженные. Как что было. Меня не это интересует. Если мы верующие. Так а нас русских там убивали, нас сжигали. Нам не дано другого оружия. Бороться надо. Надо с евреями бороться, с мусульманами. Но оружие везде одно. Любовь. Эти люди нуждаются в любви. А они нас перебьют. А Бог. Бог. Разве он не знает, для чего дал заповедь? А я говорю, любите врагов ваших. Мое личное отношение? Я высказал вам. А какая там обстановка, что? Всех подробностей не знаю. Я знаю, что миллионы, миллиарды, которые зарабатывали в одну ночь. Все это ворованное. И они должны половину раздать, а кого обидели в четверо, как закхей. И тогда у порошинки-то вашей, порошинки не останется. А уж про этих и говорить не надо. Которые из органов слежения пришли в правительство. И нам судить не об этом надо, а о себе. Я сегодня предстану перед Богом. Я ни за одного отвечать не буду. За себя только. Поэтому мы поминаем всех друзей. Благодарим Бога, что их Бог сохранил. У меня до этого беседы были с Николаем Леоновым в скайпе. Много тут осталось. Сейчас их там рассматривают. Я ему говорил, не воевать, надо молиться. Будешь воевать, ты до 50-летней доживешь. Его убили. Он там сколько? Трехкратный чемпион мира был по кикбоксингу. Где-то в Донецке вроде. Как говорят, опять же, из чужих слов. Вывозили раненых, и 32 человека было, и всех убили. От нас недавно тут колонна большая была, КамАЗы. 2000 тонн туда увезли. И поехал один из моих близко знакомых. Он не нашего круга, не общины. Ну, настоящий православный. Он пил и курил, и все остальное. Но в церковь ходил. Настоящий православный. Снайпер убил его. Он там кандидат наук, преподаватель. Он у меня был моим представителем, адвокатом. Он как юрист. Когда я судился с коммунистами. Все процессы выиграл. Конечно, я узнал. Печально было. Помолился. В конце добавил. Господи, если не угодно молитву, прости меня. Но для нас делал хорошее. Он погиб. Константин Русаков. Наш барнаульский. Слушаю вас. Ну, а вот то, что среди русских это пропаганда русского телевидения. Украинцы уже украинцами называют. Только укропы, бандеровцы, фашисты. Это не касается меня. Я знаю только одно. Я всех этих представителей знаю. Много считал. Я, если был неверующий, я был бы бандеровец. Я сразу скажу. Я готовился быть террористом уже, наверное, с пяти лет. Коммунистов уничтожать. Коммунистов за все, что они сделали с моей Родиной. Мне не надо меня не убеждать ничего. Но я верующий христианин. Я был Савлом. Он меня повернул на Павла. Конечно, в мизерной доле до того апостола. Но я это все пережил. Я это знаю. Я с ружьем под головой спал. С ножами и рядом собака. Ак-Бог меня избрал 53 года назад. И я несу это слово благовествую. А уж как Бог примет. Меня эта пропаганда абсолютно не трогает. У меня своя мерка. Кто голодомор устроил? Кто это сеял? Украинцы-то они не в стороне же были. Тарас Ташвиченко мутил сколько. Ну, спасибо. Я, в принципе, соберусь по вопросам, по Библии. Где-то какой-то раз. Или на сайте вам задам. Или... Там у вас есть... Лучше задавать вопросы на форуме или на сайте. На сайте. Там 4124 вопроса. 55 папок. Вы просто можете даже... Это вы попросили там, друзья, на Майл.рух. Геннадий Иванович, он спрашивает, где задавать лучшие вопросы. Вопросы я ему отвечаю. Нет, он говорит, где задать лучшие вопросы. Ну, сейчас здесь задайте. Я думал, где найти вопросы мои. Давайте. Нет, я... Соберусь... Соберусь... А, вот так, поближе. Вот так. Говорите. Я соберусь... Соберу вопросы свои, чтобы вам сейчас не надоедать. И задам, или посмотрю, если на сайте есть ответы, то я задавать не буду, чтобы не надоедать. Вы на нашем сайте посмотрите. На сайте справа вопросы и ответы. Просто по-русски зарядите в Google или в Яндекс. Игнатий Лапкин сайт. Я уже нашел, уже в заглавки поставил. И канал. Канал открытым оком называется. У него зашел, только сразу увидите отношения к Украине. У меня там об Украине несколько роликов. Тем более Украина... Мы в прошлом году были весь Крым. И Севастополь везде были. Я ехал с грузом большим. Там приезжали? На западной Украине были? Ну, все мы проехали, где можно было. Дальше за Харьков, там прошли мы до границы. И по районам, по большим. Я говорю, а западная Украина? Ну, западная... Дальше такие, мы уже дальше пошли на Польшу. Вот этот путь там проложить, я сейчас не вижу как по карте. Ну, я вот как раз по этой дороге живу. Если из Киева на Польшу. Ну, я бы приехал на западную Украину. В западную Украину. Даже нынче-то. Я когда нынче надо было нам в Афины, начинать с Афин, Шенген. Ну, советовали проехать этой стороной, по западной проехать. В моем воображении, у меня свидетельство, как я сидел, политзаключенный от советской власти. Я даже и вообразить не могу, чтобы меня гнали или как-то. Вообще, да. У меня даже, кажется, порошинки нету. Я думаю, я там у них прошел бы, как в своей деревне. Спасибо. Ну, видишь, когда веришь, Господь показывает конечный путь. Мы предстанем перед Богом и за все отвечать. Наша Родина, патриотизм небесный должен быть. Если помышлял он о земном, то он получил бы, Господь говорит через апостола Павла, посланники евреев. Но мы взыскуем града небесного. Вот этот патриотизм. Если посмотреть во свете Библии, то многое-многое нам нужно пересматривать в православной церкви. Я говорю про православную. Потому что все это воевали, все годы. И все это было освящено, благословлено. И нам за это надо каяться. Хватали, хватали. У меня стихотворение такое оно поется. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Воспу островов. Все подгребили, Самом тайгу и вьюгу, И расплодили нехристи и воров. Кто хуже нас сокровища земные, Транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне. Прибалтики, татарам и Чечня. Опять прервалось. Ну вот так. Вот он как об этом и пишет. Витаю, Игнатий Латкин. Я хочу додать и вас до своего списка контактив. Ну вообще-то понятно. Он что-то пишет вам. А? Он что-то пишет. Вон карандаш ходит. Да. Ну вот. Его Виктор звать. Извините, плохая скорость интернета. Ага. Ну, надо написать теперь. До следующей встречи.